Разруха не в клозетах, а в головах. Именно эти строчки из булгаковского собачьего сердца приходят на ум. Казалось бы, 21 века в туалет сходить некуда. Особенно печальная ситуация на конечных остановках маршруток. Ведь есть кабинка или нет, облегчиться-то надо. Одно из проблемных мест в плане туалета для маршрутчиков – это конечная остановка на юрфаке БГУ. Можно, конечно, сходить в кафе, но это далеко. Зато практически рядом лес и кусты, которые могут приютить всех страждущих. Туалета здесь не было и нет. Продукты жизнедеятельности копятся и пахнут годами. Даже в 10 метрах от этого леса стоять неприятно. Уж очень стойкий запах. Вообще некрасиво на фоне вот этого учебного заведения серьезного. Юридический факультет БГУ имени Петровского. Вот такое мероприятие. Посмотрите, сколько машин. А здесь конечная, 10-го, 35-го маршрута, здесь сотни машин. Запахи ощущаются? Ну, конечно. Маршрутчики сами не скрывают. Кусты спасители. А куда деваться? Сами видите, вот кусты, вот это и туалетами являются для нас. Это не человеческое условие, по-честному сказать, но надо сделать. Но об этом говорилось уже и не раз. И еще одна конечная улица Горбатого. Интересуемся. Проблем нет, на первый взгляд. Нет, туалета нет, но ходят туда. Туда? В депо. А, в депо разрешают? Нет, в депо, а вот в это. Диспетчерский пункт? Да, да, да. Маршрутчики здесь в туалет ходят, да. Опорожняются. Куда? Вот в кусты, на деревья? Какие? Вот кабинку открывают и делают свои дела. А вот нам маршрутчик сказал, что в диспетчерский пункт пускают вот этот вот. Ну, это пускают. А когда пункт у нас закрыт, открывают кабинку и делают, справляют свою нужду. Так что и на Горбатого не все так гладко. Еще. На бульваре Щерса. Там все плохо. Ну и там, где асфальт и нет, туалета, конечно, не впитывается. Не впитывается и на Литии. Там местные уже устали от зловонных испарений. Даже плакат разместили. И тут без комментариев. Хотя не все брянцы винят только маршрутчиков. Я думаю, это беспредел со стороны администрации города Варянска, что они ставят нормальные условия для маршрутчиков. Вот и все. А при чем тут маршрутчики, если им не предоставлены нормальные трудовые условия? Они же платят налоги, бюджет. Рабочее место должно быть благоустроено. А к кому вопросы? Кто должен ставить туалеты? Гороадминистрация, перевозчик, задыхающиеся горожане, сами маршрутчики? Или может привлечь активных горожан? Едем дальше. Поворот между Толмачево и Кузьмино. Местные жители были рады, когда несколько лет назад здесь оборудовали остановку для маршрутных такси. Чуть ли не в этот же день здесь появляется и туалет для маршрутчиков. Однако загадочным образом на следующий день туалет исчезает. И тогда дело в свои руки берет местный житель Константин Цукер. Туалет украли? Ну, я, насколько я понимаю, да, деревянный туалет, типа очко. Судя по всему, проблема в том, что где-то он еще, надо было сказать, что мы его сделали. Принесли, поставили в другое место, где еще нужно отметиться. Потому что он был такой крепенький, он поставил ровно день. То есть есть такое предположение, что туалет кочевал для отчетности? Ну, по ощущениям, ну, кому нужен туалет? Ну, реально. Однако наши люди русской смекалки уже не удивляются. Виноватых решили не искать, а туалет пропал и пропал. Бывает. Спасибо, что местные люди простые и добрые. Я вдруг сообразил, что здесь будет немножечко грязно. Оно и сейчас грязно, но, по крайней мере, не пахнет. И поскольку яма осталась, я в течение там нескольких дней этот туалет потихонечку собирал. Там доски есть, вкопал столбы, организовал там все внутри, сделал, яму вырезал. Я решил, что, ну, вот, это проще будет сделать самому, чем звонить куда-нибудь и там требовать, чтобы поставили туалет. Взяли и сделали доброе дело и для себя, и для маршрутчиков. Один маршрутчик меня очень долго возил бесплатно. После этого говорил, садись, и все, я возил меня бесплатно. Остальные так аккуратно. Но, как показала практика, сельский вариант туалет, а не выход. Заходить сюда стало страшно и неприятно. Народ у нас здоровый, но неметкий. Соответственно, внутри туалета там происходят не очень приятные вещи. А какой же выход видит активный местный житель? Стационарные кирпичные туалеты с водой и канализацией. Остальное – мартышкин труд. И также считает, что не маршрутчики должны себе строить клозеты. Ну, у них другая задача. У них есть маршрут, за который они платят. Они, по идее, не должны еще делать себе туалет, ко всему прочему. А кто должен? И когда решится проблема с туалетами, загаженными кустами? И сколько еще горожане будут вдыхать зловония? Вопрос задавали и властям города, но пока четких ответов мы не слышим. Телеканал «Брянская губерния» продолжит следить, сдвинется ли с мертвой точки туалетная тема. Это открытое обращение городским чиновникам. Андрей Мамошин, Максим Кузнецов. События. Брянск.